Если вы когда-нибудь занимались звуковым оформлением карты, то по своему незнанию вы могли использовать десятки Ambient Generic, чтобы имитировать живой фон окружающего мира. Забудьте об этом ужасном опыте. Envy Soundscape. Данная Entity, впрочем, как и остальные escape, служит неким контейнером, который может помещать в себя до 8 аудиотреков, которые могут проигрываться в 8 разных участках карты. Вручную нужные аудиофайлы в редакторе не указываются. Для каждой карты создается свой текстовый документ в папке Scripts. Но об этом уже в следующем уроке. Для начала нужно научиться пользоваться escape, которые уже созданы в Valve. Итак, находим вот эту строку. Сюда нужно вписывать название escape. Все escape можно найти на сайте Valve Wiki. А также на YouTube есть отличные видео демонстрации всех escape. Найдя нужный escape, мы просто копируем его название вот сюда. Далее осталось лишь указать источник воспроизведения звуков. Такими источниками чаще всего назначают InfoTarget. Запомните, на карте один soundscape плавно сменяет другой, когда вы попадаете в его зону действия. Если у вас всего лишь один soundscape, то вы будете его слышать всюду и придется выключать его только через outputs, что создаст резкое прерывание звука. Envy soundscape Triggerable. Это полная копия обычного Envy soundscape. Разница лишь в том, что данную entity активирует только триггер. Чаще всего на картах я использую именно эту entity в паре с Trigger Soundscape. Там лишь нужно указать имя soundscape. Вот и все. Теперь вы имеете примерное представление о работе soundscape. Но это не конец. В следующем уроке мы продолжим их изучать. А пока ставь лайк, помоги донатам и пока-пока!